здравствуйте дорогие друзья сегодня мы знакомим вас с направлением стандартизация и метрология и сейчас мы находимся на кафедре которая выпускает выпускников студентов нашего вуза по именно этому направлению а также по направлению строительства в магистратуре помогать вести эфир мне будет аида ахмершина магистранка второго курса которая как раз таки тоже является студенткой этой кафедры сейчас мы пройдем заведующему кафедры и поздоровайся с нашими подписчиками сейчас мы пройдем заведующему кафедры попросим его рассказать об этом направлении и о кафедре технологии строительных материалов и метрологии здравствуйте представьтесь пожалуйста наш амбитуриентов добрый день уважаемые будущее еще пока меня зовут пухаренко я заведующий кафедрой технологии строительных материалов и метрологии расскажите пожалуйста про кафедр про преподавателей кафедры наша кафедра пожалуй одна из крупнейших это точно может быть самая крупная но это и понятно потому что мы проводим занятия по этим дисциплинам как строительные материалы или метрология стандартизации сертификация для всех студентов университета которых на сегодняшний день как известно более 12 тысяч на кафедре работает около 30 преподавателей в основном это кандидаты доктора наук сара опытные квалифицированные знающие чему обучают студентов по направлению стандартизации метрология ну вообще говоря если просто перечислить дисциплины которые обозначены программы учебной плане учебной программы да дисциплин различных это наверное будет неинтересно лучше сказать почему или для чего мы изучаем вместе с вами или учим студентов даем все эти знания дело в том что все направления предусмотренные в нашем университете подготовка в нашем университете они по-своему интересны важными являются и вместе в совокупности составляют сферу строительного производства наш УУЗ пожалуй единственный на северо-западе который готовит полный профиль всех специалистов которые в совокупности как раз и обеспечивают строительное производство и все они эти специалисты безусловно должны работать в связке что называется вместе потому что для того чтобы построить любое здание сооружение чтобы оно было прочным долговечным красивым и по возможности недорогим необходимы усилий всех специалистов архитекторы скажем они придумают образ облик будущего здания видят его буквально но тут же они должны взаимодействовать с производителями церковных материалов потому что эти материалы должны быть в арсенале на строительном настройплощадке затем изготавливается выполняется рабочий проект этого здания работают расчетчики проектировщики конструктора но они тоже обязательно взаимодействуют и с архитектором и с производителем строительных материалов потому что все эти расчеты должны быть основаны на свойствах строительных материалов проясняться на их деформативных других ну и наконец когда все приходит в руки строитель настройплощадке опять-таки он взаимодействует со всеми предыдущими специалистами о которых я говорил помимо этого еще много различных специалистов в сферу строительного производства вовлечено я сказал об основных тех которые занимаются возведением этого объекта и вот получается и архитектор имеет тесную связь с производителем строительных материалов и конструктор проектировщик имеет такую же связь и соответственно строитель безусловно без строительных материалов изделий ни одно здание строительный объект не возвести и построить и получается что строительные материалы это основа строительства а они эти материалы должны обладать определенными характеристиками свойствами показателями качества и это качество должно быть оформлено соответствующим образом должны быть созданы документы стандарты должна быть создана нормативно-техническая база этим и занимаются как раз метрологи и стандартизаторы это те специалисты которых как раз и выпускает наша кафедра они решают соответствующие вопросы не только применительно к производству строительных материалов они и в других сферах строительного производства занимаются теми же вопросами я больше даже скажу что обучаясь строительного музея в основном они имеют дело как раз с вопросами строительства но тем не менее полученные знания позволяют им после ну может быть там жизненно всякое бывает после какой-то короткой адаптации в ну скажем там в других сферах народного хозяйства в других отраслях будем говорить переквалифицироваться и так же успешно работать но мало создать базу нормативно-техническую базу можно же еще и выполнять все вот эти требования заложенные в этих документах то есть следить за качеством осуществлять контроль качества и материалов изготовления материалов и проведение всех работ строительных и здесь тоже работают наши специалисты наши выпускники метрологи и не напрасно сегодня служба главного метролога на предприятие в организации сам главный метролог он подчиняется непосредственно директору вот это говорит о важности и должности в организации ну и собственно этих вопросов в каких организациях работают выпускники вашей кафедры? ну они работают как я уже сказал и на строительных площадках и в проектных организациях и на предприятиях по выпуску строительных материалов, изделий, конструкций ну и в других как я уже сказал строительствах но в первую очередь конечно мы стараемся для собственной нашей строительной отрасли вы осуществите выпуск таких специалистов как вы осуществили свою карьеру от студента до профессора технических наук, до автора технических наук? это было очень интересно студентам узнать вкратце как вы выбрали это вообще направление и всю душу свою приложили? посвятили свою жизнь науке? ну ребята, это вопрос конечно сложный не только на строительных площадках у нас работают, но и в науке очень много да, конечно, может быть я об этом не сказал что да, часть наших студентов, магистрантов они остаются с нами на более длительный период и процесс переходит в обучение в аспирантуре они выполняют диссертационные исследования, становятся кандидатами дальше векторами, но пополняют коллектив кафедры становятся преподавателями это неизбежный процесс так когда-то и вопрос был задан и со мной так случилось и сегодня мне моя работа нравится но я говорю об этом широко не только вот преподавательская работа но и исследовательская работа работа со студентами я даже горжусь тем, что вот именно наши студенты метрологи, матераведы начиная с третьего курса точно иногда даже раньше может быть это даже наверняка заслуга наших преподавателей которые такую раннюю прививку делают в профессии и студенты приходят и ко мне например и спрашивают, а нельзя ли нам поучаствовать в каких-то серьезных работах на результат и мы их привлекаем для этих работ кафедры выполняют большой объем научно-исследовательских работ в том числе по хоздоговорной тематике по заказу предприятий поэтому студенты активно в это включаются работают и по грантам различных уровней являются победителями грантов по линии комитета по науки и высшей школы правительства Санкт-Петербурга являются победителем различных конкурсов всероссийских, международных в этом году, в текущем учебном году ну нет, в календарном точнее сказать году наши студенты стали победителями в четырех, по-моему, номинациях различных конкурсов всероссийских и международных и мы этим гордимся мы хотим, чтобы и вы к нам пришли и тоже, в общем-то, занялись вот серьезной работой учебой и стали бы хорошими специалистами которые бы все уважали ну и все это было бы во благо вам самим в доме нашей России будем так говорить потому что все мы здесь живем в нашем городе славном ну и должны трудиться на его благо спасибо вам большое, Юрий Владимирович с вашего позволения можно ли мы пройдем посмотрим кафедру конечно, обязательно спасибо до свидания сейчас мы пройдем в лаборатории строительных, кафедр технологии строительных материалов и метрологии кафедра имеет три лаборатории одна из них научная там занимаются аспиранты доктора, профессора она закрыта секретная информация две лаборатории 102-я и 38-я она доступна для студентов первых, вторых и третьих, четвертых курсов пойдемте там Аита, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях об обучении в СПБГСУ соответственно, о кафедре что ты можешь сказать о заведующем кафедре Юрию Владимировичу? как относится к студентам? у нас очень дружная кафедра несмотря на то, что она является одной из самых крупных кафедр коллектив сплочен благодаря научным исследованиям когда необходимо взаимодействовать студентам, преподавателям, профессорам, все заинтересованы в развитии своей областной карьерной и научной модели Правильно ли я понимаю, что студенты кафедры технологии строительных материалов и метрологии активно занимаются научной деятельностью уже начиная с третьего курса и магистранты в том числе первых и вторых курсов? да, конечно они получают стипендии за платформу науку участвуют в грандах это стимулирует и дальнейший рост карьерный, научный соответственно это просто очень интересно это одна кафедра 100 вторая S здесь заключается это лаборатория, которая относится к кафедре технологии строительных материалов метрологии перед нами два аспиранта направления строительства сейчас они вам лично представятся вот такая вот чудесная лаборатория ребята, расскажите, пожалуйста кто вы, что вы, чем вы здесь занимаетесь? ну, представимся меня зовут Георгий я Максим Павлович это аспиранты кафедры технологии строительных материалов и метрологии отучились они на бакалавриате магистратуре все у нас в ГАСУ и продолжают свою научную деятельность участвуют в научных конкурсах побеждают гранты молодые ученые наши светлые умы ну, мы это сами могли бы рассказать в общем наверное, начнем про лабораторию расскажем, да, сперва где мы вообще находимся эта лаборатория называется лаборатория технологии бетонов отремонтирована не так давно несколько лет назад сюда завезено самое новейшее оборудование которое можно найти на рынке некоторое оборудование вообще встречается в единичном экземпляре в северо-западном регионе в общем лаборатория полностью оборудована по самому последнему слову техники и позволяет работать, конечно же в первую очередь с бетонами и с всем, что с бетонами связано в принципе лаборатория если так разделять выполняет три основные функции в первую очередь это учебная лаборатория здесь занимаются все студенты старших курсов строительного факультета и магистранты строительного факультета здесь проводится огромное количество лабораторных работ связанных с с полным спектром вопросов посвященных бетонам мы так уже несколько раз проводили что-то вроде экскурсии для абитуриентов и есть такой стереотип что бетон это вообще-то говоря простой материал ну бетоном есть бетон есть такое мнение конечно же ошибочное потому что бетон это очень сложный материал и вопросов хоть уже известно много на самом деле вопросов остается прилично начиная от сырьевых материалов и собственно говоря продолжая бетонной смесью которую надо как-то приготовить как-то транспортировать как-то уложить желательно не как-то а правильно это все сделать вот и соответственно уже получением именно фундазита бетона с определенными заданными свойствами и в общем говоря складывается такая ситуация при которой с одной стороны есть какая-то местная сырьевая база если есть желание построить что-то из бетона есть местная сырьевая база есть техническое задание и вот совмещением этих двух вещей мы обучаем студентов в этой лаборатории и оттуда же собственно говоря возникает вторая такая функция этой лаборатории это конечно же научная потому что хоть как я уже говорил известно много вопросов остается тоже очень много и здесь естественно в этой лаборатории это как основная одна из основных лабораторий нашей кафедры происходят собственно говоря все научные исследования основные посвященные бетону. И здесь, соответственно, работают и студенты, которых мы привлекаем к науке, у которых есть такое желание, и магистранты в обязательном порядке, поскольку магистратура предусматривает магистрскую диссертацию, а это, по сути, исследование. Ну и астранты, в частности, мы. Но также есть еще третья функция этой лаборатории. Есть так называемые постдоговора. Это тот случай, когда наши выпускники или выпускники других вузов на практике столкнулись с ситуацией, которую они не могут решить. Такое тоже бывает. И в таком случае зачастую обращаются в университет для того, чтобы им помогли решить какую-то проблему, связанную с нашей областью деятельности. И, соответственно, здесь это тоже производится, естественно, за деньги. Естественно, тоже привлекаются студенты за оплату. Естественно, здесь вот, это такое вот боевое поле, по сути, здесь. Вот здесь вся жара происходит, она именно здесь, именно в этой лаборатории. Ну, также просили рассказать еще, заранее просили рассказать про стандартизацию метрологии. И у нас есть замечательный пример, потому что человек закончил специалитет по специальности строительные материалы, а потом поступил в магистратуру по специальности МСС. Я думаю, мы можем рассказать. Продолжаю свою работу как раз в данной междисциплинарной науке, как метрология, стандартизация, оценка и подтверждение соответствия, поскольку вне какой-либо науки существовать они не могут. Они постоянно, стандартизация и метрология, должны присоединяться к какой-либо из наук. В данном случае в нашей лаборатории мы проводим соединение этих наук, таких как строительные материалы и их метрологическое обеспечение, оценка и подтверждение соответствия. То есть, поскольку в современном обществе невозможно проводить без каких-либо подтверждающих действий, без оценки того, что уже построено, в основном занимаются как раз метрологи и те, кто закончили стандартизацию и оценку соответствия. Мы проверяем, кто, как хорошо строители возвели свои конструкции, насколько точно проведены поверки оборудования, калибровки оборудования, то есть все, что касается точности измерений, все, что касается различных аспектов методик измерения, разработка новых методик, совершенствования старых, разработка оборудования, в том числе как раз занимается наша кафедра, и вот наш товарищ аспирант, он занимается разработкой новых методов и развитием новейшего оборудования для определения характеристик новых материалов, тех материалов, которые ранее не подвергались различным исследованиям, не использовались, такие как малоподвижные бетонные смеси. Одно из основных научных направлений работы нашей кафедры в данный момент, это как раз такие именно смеси. И получается, что мы работаем на стыке строительных материалов и оценке и подтверждение соответствия этих материалов. Сейчас одну минуточку. Здравствуйте. Вот к нам поступил вопрос. Для тех, кто только что к нам подключился, да, мы рассматриваем сейчас, проводим обзор строительного факультета, а именно направление стандартизации метрологии. Вот только что мы услышали рассказ от наших аспирантов кафедры технологии строительных материалов и метрологии про лабораторию, в которой они работают и делают научную деятельность, а также про свою учебу. Стандартизация метрологии я хочу дополнить и рассказать вновь подключившимся подписчикам, что это направление, после которого вы будете иметь понимание, что такое стандарты, что такое процедура выдачи сертификатов, метрология, измерения, разработка этих стандартов. На все, что вы видите, на любой объект от кирпича до целого здания необходимо иметь стандарт. Вот как раз-таки разработка этих стандартов и занимается направлением стандартизации метрологии. А чтобы подтвердить соответствие этому стандарту, необходимо иметь сертификат. Выдача сертификатов в инспекционной службе или работе в службе аккредитации – вот что вас ждет после окончания направления инвертирации метрология. Ну и метрология – это все, что касаемо измерений, способов, как Максим нам уже рассказал, методик измерений и разработка этих методик. Ребята, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь международные практики на кафедре технологии строительных материалов метрологии? И в каких вы научных достижениях можете похвастаться, в какой вы научной деятельности участвовали? Обязательно расскажем. Сперва все-таки я хотел бы дополнить по поводу метрологии и стандартизации, что не просто так эти специальности, а именно строительные материалы и стандартизация объединены на нашей кафедре весьма успешно. Потому что, с одной стороны, есть… Ну, почему для студентов это важно? Потому что, с одной стороны, студент-строитель, который занимается изучением строительных материалов и в последующем хочет связать там свою профессиональную деятельность именно с этим, на самом-то деле без знаний в области стандартизации, сертификации никуда не подвинется никогда. Это очень важно знать, особенно вот в нашей специальности. Важнее, наверное, только фармацевтики, чем у нас. Соответственно, с другой стороны, есть студенты-метрологи, которые тоже в каком-то таком вакууме находиться не могут. Им нужно привязываться к каким-то конкретным объектам, материалам и так далее. Соответственно, происходит вот такое вот, скажем, объединение, просачивание этих специальностей друг в друга. Потому что студенты, я вот помню, когда был студентом-строителем, да, я при выполнении курсовых работ вынужден был разбираться в вопросах, связанных с стандартизацией. Это было просто обязательно, это преподаватели требовали. Соответственно, я неоднократно видел, как студенты-метрологи пытаются разобраться в вопросах, связанных с строительными материалами. Естественно, то, что у нас на кафедре объединены эти две специальности, позволяет студенту легко и быстро внукнуть в любой вопрос, который нужен. Теперь насчет международной нашей деятельности. Наша кафедра постоянно проводит различные обмены. Постоянно мы работаем с строительными компаниями, не только строительными, из различных стран мира. Таких, как, допустим, из последних Канада, Китай, Индия, Германия, Финляндия, Польша. Мы постоянно общаемся с студентами, преподавателями из различных других институтов, таких, как, допустим, из Краковского университета, с которым проходит наш обмен. Вот как раз наш аспирант в свое время проходил данный обмен, и, можно сказать, он не только хороший. С Германией, с одними из крупнейших фирм по производству строительной химии, такие, как MC Balchemy, наш аспирант тоже может много чего рассказать о практике в Германии. Я думаю, он небольшое слово здесь вставит. Ну, да, немножко, даже больше, чем одно слово. Если вот... Причислять можно много различных примеров, я приведу один, но подробно. И, в принципе, поэтому будет все понятно. Немецкая компания под названием MC Balchemy, которая занимается строительной химией, очень крупная компания, на самом деле она не немецкая, а не народная, проводит, в частности, на базе нашего университета, конкурс всероссийский для студентов в специальности производства строительных материалов. И я в свое время, будучи студентом, тоже принял участие в этом конкурсе. Конкурс заключался в следующем. Проводились занятия для студентов, где преподавали не университетские преподаватели, а специалисты, которые работают в полях, если так можно сказать, которые постоянно работают с материалом и решают реальные практические вопросы. И затем производился такой конкурсный отбор, постепенно, сначала в региональном уровне, то есть сначала, допустим, в северо-западном регионе я был победителем, там из других регионов России тоже были ребята победители. Затем был финал, и финал проходил тоже в Санкт-Петербурге. Замечательная была программа, скажем, экскурсионная для ребят. Я-то место мне не очень интересно, конечно, а вот те, кто приехали, им было здорово. И затем, по итогу финала, выяснилось, что я победитель. И мне, как главный приз, досталась поездка в Германию абсолютно бесплатно, на стажировку, где мне был оплаченный перелет, и был оплаченный отель, и всевозможные рестораны были оплачены, пропитание, интереснейшие были экскурсии по заводам в Германии, культурная программа тоже была интересная, я был в Германии именно на культурную программу. Ну и, в принципе, подобных примеров много, на самом деле, что касается, как наш университет сотрудничает с различными организациями. Это лишь один из них, я просто про него хорошо знаю, потому что сам через это прошел. И в целом этот конкурс, он не остановился, он сейчас продолжается, сейчас вот у нас наши студенты участвуют. Меня даже пригласили, скажем так, провести одну из лекций в этом конкурсе, поскольку хорошее отношение поддерживалось с компанией. Ну, если в целом сказать, то вообще наша кафедра, наверное, одна из самых дружелюбных кафедр в университете по отношению к различным компаниям, потому что никогда ничего плохого не слышал ни от нашей кафедры в сторону каких-либо компаний, ни от компании в сторону нашей кафедры. Все весьма дружелюбно. Ну, понятно, почему, потому что везде наши выпускники работают, это логично. Да, продолжая тему студенческих обменов, допустим, в прошлом году декан нашего факультета попросил меня быть куратором группы индийских студентов, которые больше недели жили у нас в нашем институте, и я, поскольку свободно владею английским языком, я проводил для них экскурсии на заводах производства, потерял в изделии конструкции, поскольку я это хорошо знаю, и свободно владею темой. На нескольких заводах я был в качестве переводчика для группы иностранных студентов, и поэтому вот с нашим деканатом, нашей кафедры, постоянно, если нужно для каких-нибудь заводов переводчик, я... постоянно зовут меня. Максим при этом еще и назван в прошлом году, после выпуска магистратуры, лучшим студентом строительного факультета, лучшим выпускником. Да, ну вот об этом не будем говорить, но наукой, благодаря нашему заведующему кафедре Юрию Владимировичу, которому вы сегодня уже виделись, я занимаюсь с 2013 года, победитель конкурса грантов в Санкт-Петербурге, правительство Санкт-Петербурга, конкурса грантов нашего института, так что могу сказать, что наша кафедра очень активно вовлекает студентов, магистрантов практически с самого начала в научную деятельность, и которая продолжается с бакалавриата на магистратуру и в дальнейшем даже и на аспирантуру. Так что очень большое количество студентов именно нашей кафедры занимают места на различных конкурсах, в том числе не только городских, междугородних, но так и международных. Вот вы встретились с одним из данных выпускников. Спасибо большое, ребят. Очень интересно было вас послушать. На какие оборудования стоит обратить особое внимание? Ну, здесь вы сейчас можете наблюдать линейку прессов для испытания на прочностные характеристики различных бетонных. Наверное, стоит обратить внимание, одно из уникальных – это данный пресс, который, как вы можете заметить, отличается от всех других тем, что у него есть защитный экран. Не просто так. Это в Санкт-Петербурге самый мощный, единственный пресс для бетона, который выдаёт нагрузку 300 тонн. Как давно ВУЗ приобрел данное оборудование? Около 4-5 лет назад, когда здесь эта лаборатория восстанавливалась. Ну, ремонтировался этот корпус, и здесь уже есть лаборатория. Также стоит обратить на климатическую камеру. Это тоже достаточно редкое явление, позволяет имитировать различные условия. В основном используется для определения долговечности, как там будет при различных климатических условиях вести себе материал. Ну, так, наверное, всё. Скажите, пожалуйста, напоследок, что бы вы пожелали нашим абитуриентам, какие бы советы дали бы нашим абитуриентам, чтобы добиться таких же успехов в научной деятельности, в успешной учёбе? Да, честно сказать, мы-то сами не поняли, как мы здесь говорили. Каких студентов вы бы хотели видеть себя на кафедре, ведь вы же будущие преподаватели? Хотелось бы видеть студентов заинтересованных. Заинтересованных, да, в первую очередь. А вообще достаточно просто прийти, а дальше Юрий Владимирович вас заманит, и вы сами не поймёте, как окажетесь в науке, как это было с нами. Пожелать хотелось бы, наверное, не бояться своих каких-то стремлений, и если есть какое-то желание, не обращайте внимания на какие-то существующие стереотипы или какие-то представления предварительные, которые могут быть ошибочными о различных кафедрах. Если к чему-то душа тянется, то не стесняйтесь, проявляйте свои чувства. Спасибо большое, ребята, очень приятно было с вами пообщаться. Аида, куда ты поведёшь нас дальше? Дальше мы пойдём в лабораторию строительных материалов, где студенты первого-второго курса направления всех направлений, на самом деле, и экономика, и архитектура, и строительство, и в том числе стандартизация метрологии, проходят первые свои шаги в испытании материала, потому что всем необходимо знать, в чём мы будем иметь дело, что проверять. Значит, сейчас мы идём во вторую лабораторию, которая относится к авторе технологических материалов. Здесь у нас находятся два кабинета небольших, где студенты проводят лабораторные. Первое помещение, опять же, очень много прессов. Курса, возможно, и советского у нас производства, но благодаря стандартизации метрологии мы можем их поверять, и они работающие и точно показывают результаты. Это не влияет на какие-то... С какого курса студенты имеют возможность здесь уже проходить практические занятия? Второй семестр первого курса. Соответственно, прям с самых-самых начал необходимо... Мы уже на первом курсе, студент направления стандартизации метрологии. Какие работы они здесь выполняют? Начинают с испытания камней, затем гипс, кирпич, цемент, бетоны, вермикулит, битумы и так далее. Разнообразные у них лабораторные, по всем основным материалам строительным. Мы проходим. Аида, ты являешься сотрудником лаборатории. Расскажи, пожалуйста, с какого курса ты работаешь в лаборатории? И нравится ли тебе? Мне очень нравится работать со студентами. Как только получила диплом о высшем образовании на нашей кафедре, Соответственно, наш профессор Юрий Владимирович предложил работу, потому что совмещение очень даже выходит. Это работы и учеба. Учеба в магистратуре походит вечером на любых направлениях. И стандартизации метрологии, и строительства, и архитектура. И, соответственно, вспоминаешь то, что забыл, и свои навыки оттачиваешь. В том числе и преподавание, потому что постоянное общение со студентами у нас идет. Что мы имеем возможность видеть сейчас? Опять же, курса, и как советского производства, так и новые, итальянские, ничем не отличаются по своей функциональности. Возможно, новые легче в использовании, но это дело не меняет. Щебень, песок, все для блага студентов у нас предусмотрено. 5 целых аудиторий на 30 человек. Какая любимая лабораторная работа всех студентов? Вермикулит, там, где золотко мы покажем. Сейчас вам покажу немножко вермикулит. Иди сюда. Золотко. Вот золотко. Это и есть вермикулит. Да, это уже скучный вермикулит. У нас есть печь, которая достигает температуры 900 градусов. И благодаря этому получается такой материал. Ребята, если у вас есть какие-нибудь вопросы о ковиде... Да, задавайте. Летом я буду принимать у вас документы, так как являюсь также заместителем ответственности секретаря по приему на старительном факультете. Функции у меня, видите, как много. И со студентами общаюсь, и документы у вас принимаю. И поэтому на все вопросы я отвечаю вам лично на почту. Можете мои контакты посмотреть на сайте. СПБГСУ. Также записывайтесь на вебинары. Приходите на мероприятия, стань студентом. Вы увидите не только через экран своих телефонов, но и также лично можете все потрогать, пощупать, посидеть на лекциях и понять, лежит у вас душа к этому. Или, возможно, нет. Возможно, вы берете что-то другое. Оно у нас очень интересно. Поехали, покажем. Здесь студенты месяц бетончик. Цементные палочки. Вот тут лежат образцы. Это делали сами студенты. Подписано каждую группу, даты. Они лежат на сохранении, чтобы потом в дальнейшем мы могли их испытать. И все было по нормам и стандартам, которые предусматривают определенные сроки для испытания материалов. Чем уникальны направления стандартизации и метрологии? Много для специалистов в этой области? Группы набираются маленькие, около 30 человек. Это узкая специальность, но она очень востребована, потому что на каждом производстве нам необходима метрология. Соответственно, маленький выпуск и большая востребованность. У вас большая востребованность, да. Это очень важные критерии сейчас на рынке труда. Зарплаты у меня хорошие. Опять же, из-за узкой специальности, это если вы пойдете на какую-то широкую специальность, у нас еще непонятно, кем вы будете. А на стандартизации, в общем, даже неплохо. Спасибо большое, Аида. Замечательная лаборатория. Ребята, сегодня у нас первый день, посвященный строительному факультету. Мы будем продолжать и дальше знакомить вас с направлениями и кафедрами этого факультета. А пока прощаемся с вами, прощаемся с Аидой. До свидания. Поступайте к нам в университет. Поступайте, да, на наш факультет и на кафедру технологий строительных материалов и метрологии. Продолжение следует...